10.00 самое время выхода в эфир информационно-аналитической программы 7 дней в регионе на телеканале ПС. С вами Алексей Шемякин. Доброе утро. И вот о чем сегодня расскажу вам я и мои коллеги. Мусорный вопрос. Куда исчезают контейнеры с улицы Архангельска? У нас тут тоже надо куда-то помойки носить. Мы что, не люди что ли? Или как и животные живем? Чей-то произвол или конкуренция? И что за региональный оператор по сбору мусора должен появиться с 2019 года? За разъяснениями обратимся к директору одной из управляющих компаний. Совсем скоро он в нашей студии. Кто и как из детей отдохнет в этом году? Какие новшества в организации оздоровительной компании 2017? Быстрее приходить и определяться своим лагерем. Потому как в этом году введено новое требование по компенсации детских путевок. Кто из подростков может остаться за бортом летнего отдыха? И какие проблемы уже сейчас приходится решать? Компетентный комментарий от исполняющей обязанности заместителя главы Архангельска по социальным вопросам Ольги Дулеповой. Как готовимся к майской эстафете? Кто по традиции в спортивном строю? Чтобы попасть в команду, надо подвиг совершить. А кто надеется завоевать первые медали эстафеты? Хочется брать с них пример. Очень здоровая жизненная позиция. О новшествах майской эстафеты 2017 из первых уст. Начальника управления физкультуры и спорта Архангельска Андрея Гебадулина. Я напоминаю, мы работаем в прямом эфире. Телефон 639-717. Звоните, мы с удовольствием с вами пообщаемся. На этой неделе все ожидали потепления. Да и прогнозы синоптиков обнадеживали. Они обещали до плюс пяти, но погода, как всегда, малопредсказуема. Столбик термометра не поднимался выше трех градусов. Ночью морозило. Из-за этого всеми ожидаемый ледоход на несколько дней застрял в Красноборском районе. Сейчас лед опять тронулся. И это остается в топе новостей для региона. Чем еще жила область на уходящей неделе, расскажем прямо сейчас. В Архангельске закрыты все ледовые переправы. Для перевозки пассажиров ходят буксиры. С их расписанием можно ознакомиться на сайте администрации города или в речном порту. В области пока работают только три пешеходных переправы в Мизенском, Манежском и Приморском районах. Ледоход в столице Поморья ожидается 28 апреля. Сейчас он в Виноградовском районе. Ненецкий округ может стать зоной карантина по бешенству. Там найдены зараженные смертельной болезнью лисы. Животных поймали собаки. Если диагноз подтвердится, сразу два района Заполярной столицы могут стать карантинными зонами. По данным ветеринарной службы, в прошлом году в НАО зафиксирован случай смерти человека после укуса больного песца. В Северодвинске назрел очередной дачный скандал. Садоводы и огородники не согласны с определением минимального размера участка. Дело в том, что уже несколько месяцев в городе Корабелов норма составляет 4 сотки. Если участок меньше, оформить в собственность его невозможно. Такое решение приняли депутаты местного горсовета. Владельцы против, ведь у многих есть 1-2 сотки, а то и меньше. И сегодня эти участки невозможно приватизировать, а значит продать, подарить или передать по наследству. На общественных слушаниях дачников депутаты горсовета Северодвинска пообещали, что на ближайших сессиях эту проблему решат и сократят минимальный размер участка для приватизации до 2 соток. В Архангельске возле железнодорожного вокзала горела часовня Сергия Радонежского. Пожар тушили три расчета огнеборцев. Они ликвидировали горение за 7 минут. Никто не пострадал. Тем не менее, пламя сильно повредило часовню изнутри. Предварительная причина пожара – короткое замыкание. Более 800 килограммов вторсырья. Таков итог эко-баттла в Новодвинске. Помимо города Бумажников, к экологической схватке присоединились 8 муниципальных образований региона. Участники приносили на пункты сбора макулатуру, пластик и крышки. Все вторсырье отправится на мусороперерабатывающий комбинат. Организаторы эко-баттла уверены, лучше дать бумаге и пластику вторую жизнь, нежели просто выбросить. Ведь, как известно, пластиковая бутылка разлагается около 200 лет, изделия из бумаги – два года. В Котласе Новоселье отметил психоневрологический диспансер. В новом здании комфортно будет и врачам, и пациентам. Большой удобный холл, широкие коридоры, раздевалка, регистратура, светлые просторные кабинеты, компьютеризированные рабочие места. Отдельные условия созданы для маломобильных групп населения. Улучшить условия работы и расширить возможности диспансера удалось благодаря соглашению между региональной и местной властью. Оно было подписано в 2015 году. В новом корпусе расположились три участка. Охват большой – всего около 300 тысяч человек. В ремонт и оснащение новой психиатрической поликлиники вложено порядка 4 миллионов рублей. В Вельске прошел 17-й межрегиональный турнир по боксу. На ринге отношения выясняли 247 спортсменов из 26 городов России. Это две сотни разрядников, 13 кандидатов в мастера и три мастера спорта. Впервые в соревнованиях приняли участие две женские команды из Вельска и Вологды. В восьми весовых категориях разыграли 50 комплектов медалей, 23 из которых остались в Архангельской области. Мы в прямом эфире 639-717. Если у вас есть желание пообщаться или задать вопрос нашим гостям, которые совсем скоро будут в этой студии, пожалуйста, звоните. Мы продолжаем. Мусорная проблема уже не первый год. Остр стоит в областном центре. Главная свалка города исчерпала свой ресурс и оставлять ее на прежнем месте нельзя. Однако и места под строительство нового полигона на территории Архангельска, по словам чиновников, нет. В начале апреля правительство региона утвердило новую территориальную схему обращения с отходами. Она в перспективе должна помочь решить проблемы со своевременным вывозом мусора и правильным его хранением. Еще Николай Васильевич Гоголь в бессмертной комедии «Ревизор» метко охарактеризовал отношение русского человека к мусору одной только фразой. Скверный город. Только где-нибудь поставь какой-нибудь памятник или просто забор, черт их знает, откуда его и нанесут всякой дряни. И за 170 лет постревизорской российской истории мы научились только убираться на центральных улицах городов, стыдливо прикрывая остальные грязные участки все теми же заборами. Олеся Кокина о перспективах решения мусорного вопроса. Любовь Судавны и ее соседи из дома номер 13 по улице Партизанской в Архангельске много лет оставляли свои отходы в контейнере. Он стоял напротив дома. Металлический ящик был один, но зато был удобно расположен. Вот уже месяц, как нету ящика, все равно сюда кидают. Потому что далеко помойки все далеко найти. Например, 500 метров идти до одной помойки, 500 до другой идти. А помимо еще домашних лампы кидывают люди, да все такое. Где-то два ящика стоят, а где-то три стоят. А у нас это что убрали-то интересно, у нас это тоже надо куда-то помойки начать. Мы что, не люди что ли, или как животные живем? В управляющей компании, которая временно обслуживает дома на Партизанской, пояснили, контейнер перенесли на другую улицу, поскольку места их нахождения обозначены в договоре с муниципальным предприятием, которое вывозит отходы. Когда была управляющая организация ранее, может быть, была просто как-то не так, скажем, корректно установлена контейнерная площадка. Сейчас корректируем совместно с администрацией, с теми управляющими компаниями, которые находятся рядом с нами на территории, где есть совместные контейнерные площадки. В областном центре около тысячи контейнерных площадок, чуть более 400 в ведении муниципального предприятия спецавтохозяйства. Остальные обслуживают 10 коммерческих компаний. Сейчас вывоз мусора – это жилищная услуга, плата за нее входит в общую квитанцию в графу за содержание и ремонт. Обилие должников и неплательщиков делают эту услугу нерентабельной для бизнеса. Вообще было бы шикарно, если бы просто с управляющих компаний сняли этот мусор и собирали бы денежки напрямую. Было бы куда выгоднее и управляющей компанией, и чтобы забрал мусорные баки в город, то есть и обслуживал. Все контейнерные площадки в свое ведение получит региональный оператор. Его определят в начале мая этого года с помощью открытого конкурса. Новая компания займется сбором, вывозом и хранением мусора на всей территории региона. По сути, это исполнитель, который будет отвечать за качество услуги перед потребителем и за соблюдение экологических норм перед государством. Мы видим путь, что самый оптимальный для области – это государственное частное партнерство. Во-первых, оставить контроль за всем, на первом этапе, по крайней мере, за государством, и в том числе привлечь частные инвестиции уже в деятельность регионального оператора. Деятельность новой компании определит региональная программа по обращению с отходами. Ее разработают до конца года. В нее должен войти порядок сбора мусора. В перспективе новое законодательство с помощью современной системы сбора отходов должно приучить граждан не выбрасывать батарейки вместе с бумагой или пищевыми отходами. Отдельный вопрос к площадкам для сбора и хранения твердых бытовых отходов – юридический статус земель, на которых они расположены. К примеру, вот эта благоустроенная помойная яма находится на территории частного земельного участка. А значит, когда его владелец решит им воспользоваться, региональному оператору вместе с жителями соседних домов придется решать вопрос, где найти место для новой контейнерной площадки или помойной ямы. Это недостатки проведенных кадастовых мероприятий, мероприятий по межеванию в свое время. В сегодняшний день мы это и наследуем. По идее, как должно быть? Должен быть у каждого многоквартирного жилого дома, за ним должна быть закреплена контейнерная площадка. С момента, когда вывоз мусора станет коммунальной услугой, ее стоимость будет рассчитываться по новому нормативу. Сейчас каждый житель платит за избавление от отходов, исходя из количества занимаемых квадратных метров жилья. По новой схеме расчет будут производить по количеству проживающих. К слову, каждый человек за год выбрасывает в среднем 215 килограммов отходов. То есть за 12 месяцев жители Архангельской области образуют почти 243 тысячи тонн мусора. Цель этого нового документа, федерального закона – улучшить экологическую обстановку в нашей стране. Сделать все возможное, чтобы наша природа была сохранена для будущих поколений. Естественно, начинать надо с малого. Надо воспитывать детей, правильно общаться с отходами, которые имеем. По расчетам, затраты на реализацию новой системы обращения с отходами в Архангельской области составят почти полтора миллиарда рублей. Это строительство мусороперерабатывающих комплексов, модернизация существующих полигонов для хранения отходов и внедрение новых технологий. К примеру, в Ульяновской области региональный оператор приступил к работе два года назад. А уже в этом году совместно со шведской компанией готовятся к запуску комплекса для утилизации и переработки газа, который образуется при длительном хранении отходов. Именно из-за него на свалках часто случаются самовозгорания. Для наилучшего извлечения газа необходима правильная эксплуатация полигона, правильная изоляция слоев и так далее. В этом случае его дебет, так называемый, количество этого газа оптимально для осуществления проекта. А дебет ощутимый. В процессе утилизации на предприятии будет вырабатываться электроэнергия и тепло. Кроме того, специалисты заверяют, полигоны будут выделять значительно меньше неприятных запахов. Главный принцип нового закона – совместная ответственность государства и гражданина за экологическую обстановку. Олеся Койкина, Денис Линчевский, Владимир Орлов, Евгений Зыков. Семь дней в регионе. 639-717. Это телефон нашего прямого эфира. Если у вас есть вопросы по так называемой мусорной теме, пожалуйста, звоните. Я думаю, что совместно мы найдем на них ответы. А у нас в студии директор управляющей компании «Мегаполис» Константин Вебер. Константин Бергадович, доброе утро. Здравствуйте. На ваш взгляд, насколько остро сегодня стоит проблема в Архангельске с мусором? Проблема – это очень серьезная. Особенно мы обслуживаем деревянный жилой фонд на островах. Конечно же, очень сложно решать вопросы с помойными ямами. И на сегодняшний день решать эту проблему, конечно, надо. Но деревянный жилой фонд, он отличается прежде всего тем, что он неблагоустроенный. Мусор вместе с жидкими и твердыми бытовыми отходами собираются в ямах помойных. Которые около домов находятся. Которые около домов. И, соответственно, грозуны, прочие различные заболевания, которые сопровождаются вот этими свалками, так называемыми. Свалками их можно назвать. Поэтому есть примеры решения этих проблем. Вот у вас деревянный жилой фонд в основном, да? И, как мы говорили, уже мусорные ямы постоянно беспокоят и жителей, и окружающих тоже. Потому что это и крысы, и разносчики всяких инфекций и так далее. А есть ли у вас какой-то положительный опыт конкретно вашей компании, компании «Мегаполис» взаимодействия с жителями, чтобы каким-то образом эти ямы прекратить их существовать? Да, такой опыт есть. Единственное, что вот эти помойные ямы прекратить их существование на сегодняшний день невозможно, так как у нас есть неблагоустроенный жилой фонд. Но, к примеру, это поселок 29-го лесозавода. Три года назад мы установили там наряду с помойными ямами контейнеры, контейнерными площадками. И действительно, на данный момент вопрос системно с мусором по этой территории решен. И, как следствие, минимальное количество крыс в ручках инфекционных заболеваний. Как долго вы шли к этому? Я имею в виду, прежде всего, есть ли у вас обратная связь с жителями? Да, конечно, мы не раз проводили собрания с жителями, убеждали в том, что необходимо правильно пользоваться как помойной ямой, так и контейнерами. Ну и на данный момент все-таки я считаю, что системно на конкретном участке этот вопрос решен. И другие компании могут взять на вооружение ваш опыт? Да, конечно, могут. Значит, единственное, хотел бы отметить о том, что мы смогли решить эту проблему при условии того, что транспортная доступность стала возможной. Бесплатная переправа на 29-й лесозавод, если мы говорим об островах Бревеника, Хабарка, тоже, который мы обслуживаем, на сегодняшний день вывоз с этих территорий мусора затруднен. В связи как раз с логистикой. Из логистики, да. С 2019 года по всей стране в каждом регионе должен появиться оператор по вывозу и переработке мусора. Вы как непосредственный, что называется, участник этого вопроса, да, у вас есть богатый опыт и так далее. Скажите, это действительно будет выход из ситуации какой-то, либо это повлечет какие-то последствия? И есть ли у вас какие-то свои, может быть, выходы из ситуации, из такого-то обилия мусора, его утилизации, переработки и так далее? Ну, у меня двоякое отношение, на самом деле, к этому нововведению. К оператору. К созданию. К оператору, к нововведению. По той причине, что условно можно разделить обращение с ходородами на три этапа. Первый этап – сбор, второй этап – перевоз и третья – переработка, утилизация. Значит, этот закон сбора не касается. Он касается, начиная с перевозки. Но на сегодняшний день, вот Архангельск берем, на рынке Архангельска действует ряд компаний-перевозчиков, которые между собой конкурируют. Тем самым достигается оптимальное качество, оптимальная цена. Соответственно, конкуренцию этот закон прекратит, этот оператор в данной части. То есть появится монополист? Появится монополист. По поводу качества перевозки, сегодня претензий, на мой взгляд, нету к перевозчикам. Соответственно, цена перевозки, она однозначно возрастет. Вот, качество, вероятно, пока сложно говорить, что будет с качеством. По поводу утилизации. У нас сегодня действует на территории города Архангельска одно предприятие. Это МУПСАХ, который занимается как раз усилизацией. Спецавтохозяйство. Да, то есть он на самом деле и есть сегодня монополист. Вот, и проблема заключается в полигоне в том, что действительно в последнее время идет глобальное увеличение мусора, производство мусора. Я думаю, что начать надо было несколько с иной стороны и действительно рассмотреть вопрос уменьшения образования отходов путем ввода вторичной тары. Ну как, мы забыли, наверное, когда мы сдавали бутылки последний раз. Я вот об этом. В Советском Союзе, то есть опыт Советского Союза. В опыт Советского Союза, конечно, именно, может быть, акцизы какие-то стоило ввести на возвратную тару или еще что-то. Ну, различные варианты именно уменьшения одноразовой тары. То есть это не выход создания вот такой компании, на ваш взгляд? Ну, двоякое мне мнение по этому вопросу. Где-то, конечно, я надеюсь, порядок будет более серьезный подход к порядку в отношении мусора. Единственное, что цена вопроса всегда идет, как наводить порядок, за счет чего и за счет какой цены. Опять же, это ляжет на плечи наших жителей, граждан. Но это вопрос касается абсолютно каждого жителя России, и каждый житель России будет платить за это. То есть цена возрастет? Цена возрастет. Вот вы одна из немногих управляющих компаний, Мегаполис, которые сами вывозите мусор. Вам это выгодно? Да, да, конечно. А многие говорят, что это не выгодно для управляющих компаний. Нет, нам это, конечно же, выгодно. И мы тем самым, то, что именно сами занимаемся этим вопросом, мы создаем себе конкурентное преимущество перед другими управляющими компаниями. Но, на мой взгляд, это конкуренция во всей ее красе. Константин Бергардович, скажите, пожалуйста, а что же все-таки, если какой-то выход из ситуации по поводу нашей свалки? Решением суда ее давно пора закрыть. Давно что-то с ней нужно делать. Искать новый полигон, место для которого до сих пор так найти по большому счету и не могут. Что делать? Ну, я думаю, что это не проблема. Ну, проблема, конечно, этого полигона, она существует. Она глобальная, в черте города. Запахи мы все ощущаем, когда едем по бездной дороге. Горит постоянно. Горит постоянно. Эта проблема, она, конечно, остро стоит. Но если мы не уменьшим, как я сказал выше, не уменьшим объем образования отходов, то, закрыв эту свалку, у нас также будет в другом месте такая же свалка, которая со временем заполнится. Я думаю, что мы своим детям оставим вокруг Архангельска целый ореол этих свалок. Поэтому, конечно же, надо и утилизировать, и уменьшать объем образования отходов. И вот начинать надо с самого начала, когда отходы образуются. Ну, и, соответственно, будет поменьше. Чтобы их меньше было вокруг города свалок этих. Строительство мусороперерабатывающих заводов как-то разрешит ситуацию? Да, это однозначно решит проблему. В том числе, вот сейчас у нас одно из предприятий занимается сортировкой мусора. Это тоже, скажем так, один из этапов работы с мусором. Ну, и утилизация, это, конечно, тоже, как сейчас выше в сюжете было, о бульяновском опыте, его тоже надо перенимать. Ну, решать проблему, конечно, нужно, поскольку у нас есть телефонный звонок, мы работаем в прямом эфире. Я предлагаю сейчас его послушать. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, вы в прямом эфире. Говорит с вами Филата Варима Павловна, я жительница города Архангельска. У меня такой вопрос. У нас ведь в основном отходы, получается, это пластик. Ну, как пакеты, бутылки и под всякой там воды и т.д. Как-то нельзя вот это упорядочить, чтобы не было вот этого пластика. Приходишь в магазин, вам пакет, вам пакет, вам еще пакет. Объемок его не надо, понимаете? Вот я, как жительница города Архангельска, я выношу отходов всего на два маленьких пакетика в сутки. Только отходы. Потому что я этим пластиками, пакетами и бутылками вот этими из-под воды я не пользуюсь. Спасибо большое. Очень хорошо, что у наших жителей появляются предложения. Не очень хорошо было слышно, но в основном мусор у нас, пластик, пакеты и т.д., о чем мы и говорили. И предлагают все-таки установить такие контейнеры по раздельному мусору. Вот я думаю, что это хороший тоже какой-то выход такой, чтобы решать мусорную проблему. Да, это тоже выход. И у нас предприятие, которое как раз и занимается разделением мусора, мы заключаем с ними договора. И по этим договорам, ну можно уже в городе много где посмотреть о том, что установлены различного цвета контейнеры, и люди пользуются ими активно. Поэтому это тоже то мероприятие, которым надо пользоваться. Мне подсказывает, у нас еще есть один телефонный звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, вы в прямом эфире. Здравствуйте, Осипенко 5, корпус 1. Здравствуйте, вы говорите, пожалуйста, погромче и не забывайте представляться. Да, да. Осипенко 5, корпус 1. Я по поводу мусора. Мусорные баки стоят на площадке. Когда их уберут в определенное место, уже не первый год приемки управляющих компаний ничего не делают. На какой площадке стоят мусорные баки у вас? Парковочная площадка. Парковочная? Да. Там и так место для трех машин, а еще баки. И плюс вот прямо мусор лежит рядышком. А как вы думаете, куда нужно убрать эти баки? Я не знаю, управляющая компания думала рядом перенести, все огородить, но ничего не делается, уже не первый год. А какая у вас управляющая компания? Да. Алло. А вроде бы наш дом. Алло. Какая у вас управляющая компания? Наш дом, да? Да, да. Все, спасибо вам большое. Особый привет компании «Наш дом». Вот есть о чем подумать, что называется. А почему бывают такие ситуации, когда мусорные баки стоят, где попало? Да, такая ситуация бывает. Но я в данном случае, если жители беспокоят этот вопрос, необходимо обратиться в свою управляющую компанию, председателю Совета Думы этот институт на сегодняшний день развит, и совместно с управляющей компанией решить, получив все согласования. То есть это и с администрацией города, ну и с контролирующими органами. В принципе, у нас есть опыт таких согласований, даже по деревянным домам. Например, улица Заводская 102-103. Значит, мы совместно с жителями определили место установки контейнера. И, соответственно, люди сегодня пользуются правильно. То есть это тоже ведь на самом деле вопрос очень важный, когда люди правильно пользуются контейнером. Ну и мы своевременно вывозим, и вопрос решен. Надо решать совместно с управляющей компанией. Я думаю, что нашим жителям тоже надо быть немножко понастойчивее. Если управляющая компания, что называется, не приняла вопрос, не приняла на заметку себе, нужно еще прийти раз и надоедать, надоедать. В конце концов, компания «Наш дом», я думаю, сдастся, и на Полина Осипенко опять появятся мусорные баки там, где это должно быть. Константин Бергардович, я благодарю вас, что вы нашли время. Сегодня с утра пришли к нам в гости. Директор управляющей компании «Мегаполис» Константин Вебер был сегодня у нас с утра в гостях. Мы продолжаем. После прошлогодней трагедии на Сиамозере в Карелии правительство России всерьез озаботилось безопасностью в оздоровительных летних лагерях. В конце 2016 года был принят новый закон об организации детского отдыха. Теперь на региональную власть возложены обязанности контроля за соблюдением требований. Сюда входит создание безопасных условий пребывания детей, присмотр и уход за ними, организация питания, перевозка к местам отдыха и обратно. В организации должна быть обязательно охрана или служба безопасности, а места купания – спасательные посты. Водельцы областных лагерей потратят в этом году на подготовку своих учреждений около 18 миллионов рублей. На текущие ремонты, установку систем видеонаблюдения и очистки воды, монтаж тревожной кнопки на пульте охраны. Ирина Ившина продолжит тему. Новые правила игры в сфере детского отдыха вступили в силу 1 января этого года. Самое важное из них – реестр лагерей, которые отныне обязаны вести региональные власти. Подобный список был и прежде, однако еще летом 2016-го организации детского отдыха могли работать и не будучи в нем. Теперь нереистровым лагерям принимать ребят не позволят. Реестр – это гарантия того, что лагерь готов к приему детей, готов по всем направлениям. В первую очередь, это все то, что связано с безопасностью, с санитарно-эпидемиологической, с пожарной безопасностью. Второе – это то, что в этом лагере есть программа отдыха и оздоровления. В Архангельский реестр попали 32 областных и 22 южных лагеря. Проверялся их педсостав. Требования к квалификации педагогов детских лагерей отныне закреплены законодательно. Также всем им пришлось доказать специальной комиссии регионального министерства образования, что у детей не будет избытка свободного времени, а в программу отдыха включен и образовательный компонент. Каждый организатор, каждый лагерь придумывает свою программу. Кто-то придумывает патриотическое, например, лагерь Архангельск, а мы, например, в Робинзонаде уже три года организуем тематические смены. Первая смена – это смена, посвященная сказке «Чернильное сердце», где все погружаются в эту ролевую игру. Также с этого года введена система сертификатов на компенсацию летнего отдыха. Живые деньги родителям больше не выдают. И, кстати, сумма компенсации одинакова для всех жителей области. Дифференциацию по районам отменили. Размер компенсации зависит от места отдыха и от наличия льгот. Максимальная сумма, которую смогут получить нельготные категории граждан – 17 850 рублей за отдых ребенка в областном санатории. Для получения компенсации родителю необходимо выбрать лагерь из реестра и обратиться в турагентство. Прийти с документом ребенка, паспортом родителей и забронировать путевку. Далее собрать пакет документов на компенсацию, подойти, если вы в Архангельске, в отдел опеки по адресу нахождения вашей школы, сдать этот пакет документов через 4-5 дней и получить сертификат, в котором будет прописана сумма компенсации данной путевки. С этим сертификатом необходимо обратиться в тот же офис, где вы забронировали путевку, и заключить договор. И с выбором лагеря, кстати, родителям советуют поторопиться. В этом году срок приема документов на компенсацию сократили. Так, например, для первой смены прием документов на компенсацию закончится уже 30 апреля. Что касается наличия путевок, в турагентствах говорят, в сезоне 2017 значительно возрос спрос на северные лагеря. Впрочем, внимательнее к ним присматриваются не только родители, но и надзорные органы. В прошлом году 78% проведенных региональным Роспотребнадзором проверок выявили нарушения на пищеблоке. В третьих проверенных лагерей плохо мылась посуда. В некоторых случаях продукты хранились вне холодильников. Ряд организаций отдыха закупали продукты без документов. В прошлом году, это впервые за многие годы, в лагере Орленок в Ванежском районе была вспышка энтеровирусной инфекции, в которой пострадало 17 детей. И, конечно, было вынесено постановление главного государственного санитарного врача. Материалы дела были направлены в суд на приостановление деятельности и также в следственные комитеты. 1 млн 217 тысяч рублей штрафов заплатили руководители детских организаций отдыха за халатность своих сотрудников. Уже со следующей недели Роспотребнадзор начнет проверки готовности детских лагерей к началу летнего сезона. В общей сложности в этом году в Архангельской области будет работать 461 лагерь, 23 стационарных, 16 палаточных, 4 при санаториях и 418 дневных пришкольных. Ирина Ившина, Евгений Зыков, Ольга Красулина. Семь дней в регионе. 639-717. Телефон нашего прямого эфира. Говорить мы сейчас будем об организации летнего отдыха наших с вами детей. У нас в студии исполняющая обязанности заместителя главы Архангельска по социальным вопросам Ольга Дулепова. Ольга Валерьевна, доброе утро. Доброе утро, Алексей. Доброе утро, уважаемые архангелогородцы и гости нашего города. Итак, лето не за горами, хоть еще и снег на дворе. Скажите, пожалуйста, в этом году финансирование детского отдыха как-то скорректировано? Другие цифры по сравнению с 16-м? Организация финансирования летней кампании 2017 года осталась на уровне 2016 года. То есть летний отдых наших детей все равно в любом случае состоит? В любом случае состоится. На сегодняшний день проведены все мероприятия для организации летней кампании. Какие лагеря у нас будут работать? Традиционно на базе учреждений, традиционно на базе школ и спортивных школ будут работать лагеря с дневным пребыванием. А мы планируем к открытию 62 лагеря. Это в июне месяце. По городу? Да, по городу. Продолжительность смены составит 18 дней. И планируем, что отдохнет 4300 ребятишек. Из них 640 детей, которые находятся в трудной жизненной ситуации. За счет средств городского и областного бюджета будет организовано питание. 132 рубля в день. То есть питание для детей в лагерях будет бесплатным. Родители будут платить только в кино сходить? За культурную досуговую программу. То есть каждая образовательная организация, каждый лагерь будет сам определять, сколько будет стоить вот эта смета. Питание будет бесплатным. Что касается загородных лагерей, здесь какова ситуация? На сегодняшний день лагеря будут расположены на территории Архангельской области. Их в соответствии с перечнем у нас 19. И также лагеря, которые находятся за пределами Архангельской области. Их 22. С 3 апреля во всех территориальных округах управления по вопросам семьи, опеки и попечительства уже выдаются сертификаты на оплату путевок. В этом году деньги на руки не выдаются? Не выдаются. Деньги на руки не выдаются. Да, они заменяются сертификатами. Вот эти загородные лагеря для родителей, там сколько будет примерно стоить? Но если говорить, то средняя стоимость путевки на территории Архангельской области, если расположен лагерь, составляет 17 тысяч. Компенсацию можно получить с учетом сертификата от 13,5 до 17 тысяч рублей. То есть в зависимости от категории семьи эта путевка может получиться вообще бесплатной или с минимальной доплатой. А за пределами Архангельской области средняя стоимость путевки составляет 30 тысяч рублей и из регионального бюджета доплачивается от 6300 рублей до 11340 рублей. Что касаемо загородные лагеря вне территории Архангельской области, география какова? Ну, география велика. Это Краснодарский край и даже есть один лагерь, который находится в Бурятии. Три лагеря в Крыму. То есть Вологодская область, Ростовская область, Крым, Ярославская область. Ну и как я уже сказала, берете. В те годы, 15-й год, 14-й год, немало было случаев каких-то ЧП. В том числе претензии были со стороны и Роспотребнадзора, претензии были и со стороны охраны лагерей. В этом году все четко продумано, чтобы родители не волновались? Все четко продумано, потому что для того, чтобы попасть в этот реестр, который формирует Министерство труда, занятости, социального развития, были очень жестко определены критерии. И для того, чтобы туда попасть, действительно, лагерю приходилось очень хорошо поработать. Потому что это, прежде всего, безопасность наших детей. Ажиотаж среди родителей? Ну, мы всегда ведем мониторинг и на сегодняшний день, в принципе, на том же уровне, как и в прошлом году. А путевки есть еще? Путевки есть, поэтому, уважаемые родители, законные представители, мы вас приглашаем за сертификатами. Для того, чтобы получить сертификат родителю, законному представителю, необходимо на сайте Архзам или на сайте администрации муниципального образования город Архангельск, баннер отдых детей, выбрать лагерь, куда родители ходят, чтобы поехал ребенок. Этот лагерь забронировать. Затем собрать необходимые документы и пройти в отделы по территориальным округам, как я говорила, управление по вопросам семьи, опеки и попечительства. Затем, значит, обратиться в организацию отдыха, заключить с ней договор. И в течение календарных дней он должен это сделать. Потому что, если в течение 10 календарных дней родитель не подтверждает, не обращается в организацию отдыха и не подтверждает, что он забронировал эту путевку, то сертификат аннулируется. Но на сегодняшний день у нас налажен контакт с родителем, то есть мы постоянно на связи. Если какие-то вдруг возникают проблемы, то мы всегда оказываем помощь. Если вдруг по какой-то причине родитель не может зайти на сайт и выбрать этот лагерь, то, пожалуйста, наши специалисты ему всегда помогут. То есть сядем вместе, выберем, потому что наша задача, чтобы все дети, чьи родители хотят, чтобы дети отдохнули, эти дети получили отдых, эту данную услугу. То есть вот таким вот образом. С 3 апреля уже прием документов идет. Идет уже. Да, идет. На первую смену. Есть такие дети, которые, хорошо потрудившись в учебном году, не хотят отдыхать летом. То есть они хотят поработать, может заработать какие-то карманные деньги. Здесь мы что им можем предложить? Какие виды работы? Да, сегодня мы проработали данный вопрос, и на базе 12 муниципальных учреждений образования, 12 школах, будет создано 50 рабочих мест. То есть мы планируем трудоустроить, но если по половинке работать будут деребятки, то около 100 человек. Вот. Будут трудоустроены на базе школ. А какие виды работы? Ну, я думаю, что те виды работ, которые разрешены законодательством, то здесь уже будут определяться с директором школы, с руководителем непосредственно трудовой бригады, так называемой. То есть можно и отдохнуть, можно и хорошо поработать. Да, можно и поработать. И заработать. И заработать, да. Спасибо большое. Я думаю, что до начала лета мы еще встретимся и будем обговаривать вопросы, если будут возникать у наших родителей. Потому что это главная исполняющая обязанности заместителя главы Архангельска по социальным вопросам Ольга Дулепова была сегодня с утра у нас в гостях. Печальная новость этой недели. В субботу Архангельск простился с заслуженным артистом России Валерием Колосовым. Он сыграл около 130 ролей, главных и эпизодически. Впрочем, у большого актера маленьких ролей никогда не бывает. Как признался сам Валерий Сергеевич, у него не было нелюбимых персонажей. И даже в самую маленькую роль он вкладывал всю душу. Человек с большим творческим горением внутри. Невообразимый огонь, который всех зажигал вокруг. Профессиональное отношение отличало его к работе, к маленьким ролям и большим, которым относился с одинаковой степенью ответственности. Это был человек, который очень любил театр. Осознанно пришел в театр. Пришел зрелым, крепким, хорошим актером, талантливым. Господь дает определенные задания. Когда человек его выполняет, он берет его туда. Вот Валерий Сергеевич сейчас хорошую компанию туда идет. Там Плотников, Горшель, Кулагина, Семенов, Казаков. Бестужин даже первый народный артист Советского Союза. Валерий Сергеевич служил в Архангельском драматическом более 40 лет. Самый сложный для театра годы исполнял обязанности главного режиссера и директора. Похоронили актера на Вологодском кладбище. Продолжаем программу. Все чаще в современной жизни встречается словосочетание «женщина-предприниматель». И это не всегда бизнес-леди, управляющие огромной корпорацией. Порой зарабатывать деньги, причем на любимом месте, получается даже у простых жительниц глубинки или, например, многодетных мам. Героиня нашего следующего сюжета Анна Злотко. Как раз одна из таких женщин – мать троих детей. На днях ее любимому хобби по совместительству бизнесу исполнилось 4 года. Валентина Скворцова продолжит. Анна с дочкой Аленой похожи не только солнечными улыбками. Они еще и в платьях в одном стиле, шитые талантливыми руками Анны. Девушка всегда мечтала реализовать себя через творчество. Тем более с детства перед глазами был прекрасный пример. Моя мама была известной в деревне рукодельницей. Она очень много шила. Она шила нам с сестрой одежду, брату. Она очень много вязала, вышивала, крестиком гладью. Поэтому, конечно, вот именно ремесло, да, оно у меня с рождения перед глазами. А мы, когда взросли, мы волей-неволей почему-то копируем генетическая какая-то память своих родителей. Видимо, генетическая память действительно работает в этой семье. Сейчас уже сама трижды мама Анна открывает свою мастерскую, а помогает ей уже средняя дочка Алена. Мама там ставит платок какой-то, а я хочу все умею заживать, только шить не умею. В том, что и малышка скоро научится искусству шитья, сомнений нет. Ведь у мамы грандиозные планы – выпускать не только детские коллекции, но и взрослые. Анне повезло. Она стала участницей проекта «Энергия успеха», цель которого – создать сообщество творчески активных женщин в регионе и научить их зарабатывать на том, что они умеют делать. Все мы творцы, кто в этой программе, нам очень важно, и мы просто получаем удовольствие бесконечно от того, что мы делаем своими руками. И порой, сделав, мы забываем о второй составляющей нашего дела – это монетизация ремесла, как нужно продать. По словам Анны, именно программа «Энергия успеха» убедила ее. Ручной труд уникален и востребован. А значит, надо двигаться к новым вершинам. Валентина Скворцова, Денис Линчевский. 7 дней в регионе. 6 мая в Архангельске стартует традиционная легкоатлетическая эстафета. Она уже давно стала своего рода брендом поморской столицы и с каждым годом собирает все больше участников. Это самый массовый забег в областном центре – один из главных спортивных праздников. Так какой станет эстафета 2017 и как идет подготовка, расскажет Алексей Карельский. Автомобилисты нервно кусают руль. 6 мая им придется свернуть с привычных маршрутов, ибо значительная часть Троицкого проспекта и набережной будет перекрыта. По ней табуном промчатся участники майской эстафеты, посвященной 72-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Желающих приобщиться к празднику спорта ждут по адресу. Площадь Ленина, дом номер 5. Для участия в эстафете установлен день подачи заявлений – это 2 мая, вторник, с 14 до 15 в администрации города Архангельска. Если отталкиваться от прошлого года, у нас было 209 команд, то ожидаем такое же количество в этом году. Первыми в 11 часов на старт выйдут дошколята. Основные забеги – школьников, студентов, сборных команд – начнутся в полдень. Все традиционно. Не изменяет традиции и ветеран легкой атлетики Дмитрий Акишев. Вечера напролет проводит в манеже стадиона труд. Готовится к очередной победе над возрастом. Эстафета – это всегда праздник, по крайней мере, для меня. Ну и, наверное, уже некоторая зависимость, вообще зависимость к физической культуре. В этом году я планирую принять участие в эстафете аж 43-й раз. А первый раз – это самый волнительный раз, это 7-й класс, 6-я школа. Чтобы попасть в команду, это было на подвиг совершить. Большая конкуренция за место в команде приносила свои плоды. В старших классах Дмитрий Акишев дважды поднимался на верхнюю ступень пьедестала почета. Но свой главный подвиг на майской эстафете он вместе с товарищами совершил в 78-м году. Тогда сборная «Алти» впервые за много лет обыграла прославленный спортфак. Я боролся на первом этапе с чемпионом СССР тогда, Валерием Абрамовым. Беги, правда, на 3 километра. Была упорная борьба. Ну и еще из ярких впечатлений шел ректор Баховкин. Неожиданно в то время, во время нашей победы, увидел, обрадовался. И нам на следующий день, всем студентам, была премия в размере, в месячной стипендии. Это было счастье. В памяти остались не только 40 рублей премии, но и финишное время. 10 минут, 15,6 секунды. На тот момент рекорд трассы. Нынешние победители эстафеты не добегают до него метров 200. Другая эпоха, другие приоритеты. Вот и выходят на дорожку ветераны спортивного клуба «Лава». Пусть молодежь равняется. Не поворачивается язык, называть их ветеранами. Молодые, бодрые, спортивные, подтянутые, с блеском в глазах. Хочется брать с них пример. Очень здоровая жизненная позиция. В последнее время, к счастью, прибавилось тех, кто может вдохновлять подрастающее поколение. Две эстафеты подряд перед глазами болельщиков проносится экс-чемпионка мира в беге на полтора километра Юлия Чиженко. Будет ли кто из признанных мастеров на этот раз, карт раскрывать не станем. Приходите, все и всех увидите сами. Алексей Карельский, Михаил Меньшенин, Ольга Красулина, Евгений Зыков. Семь дней в регионе. В Архангельске еще неделю будет звучать пасхальный фестиваль. В этом году он особенный. Горожан ожидает серия духовных концертов, духовной музыки, которая станет интересна не только православным слушателям, но и всем, кто ценит традиции, уникальные музыкальные инструменты и высокопрофессиональный вокал. Чарующие звуки духовных песнопений можно будет услышать в кирхе еще неделю. Пасхальный фестиваль открылся для архангелогородцев прекрасной музыкой души и сердца, звучавшей под сводами кирхи. И главное чувство, которое не отпускало весь концерт, какая-то особенная светлая радость. Если мы находимся на связи с Богом, то радости у нас больше. Певчие московского Данилова монастыря считают себя наследниками древних традиций. В XIII веке церковные песнопения исполняла монастырская братья. С конца XVII стали приглашать светских музыкантов с хорошими голосами, чтобы украсить праздничные богослужения. После тысячелетия крещения Руси, празднований, которые прошли опять-таки в нашем монастыре, было решено восстановить тот дореволюционный праздничный хор, который существовал. А он состоял из большого количества оперных певцов, певцов из других светских коллективов. То есть такой мощный был коллектив, который действительно украшал богослужение. По достоинству оценили музыканты и зал кирхи, посетовав лишь на его небольшую вместимость. Но кому удалось попасть в мир гармонии души и песни, пришли на концерт целыми семьями. Настроение праздничное. Пасхальную неделю для нас устроили замечательный праздник, этот замечательный хор. Пасхальный фестиваль проходит в столице Поморья уже шестой год, но именно в этот раз он приобрел новое звучание. Теперь это не просто фестиваль музыкальный, а одновременный фестиваль православных музыкальных культур и объединяет в себя фестиваль многие другие форматы. Мастер-классы, учебные сессии, гастрономические фестивали, выставки, встречи со зрителями. Несколькими днями позже в этом же зале прошел благотворительный вечер. На него пригласили детей из детдомов и школ-интернатов, пораженные, восхищенные и очень счастливые. 170 неизвестных жителей Архангельска купили билеты и подарили их детям. Так как Пасха, праздник, в принципе, добра и милосердия, то мы подумали, что артисты филармонии тоже должны внести свой вклад в этот фестиваль. И мы решили сделать такой благотворительный концерт. Собственная идея появилась в процессе подготовки этого фестиваля. И вот сейчас она реализовалась. 300 юных слушателей из Архангельска, Северодвинска и Новодвинска побывали на концерте. Для многих из них это был первый ознакомительный визит в филармонию. Музыканты пошли навстречу ребятам. Прозвучали не только классические произведения, но и композиции из всем известных мультфильмов. Я бы хотела с радостью ехать на этот концерт и шел посмотреть, кто там выступает. Нам сказали, что мы поедем в Архангельск. Я готовилась и надеюсь получить массу впечатлений, так как по внешнему виду здесь очень красиво. Учителям и воспитателям нелегко настроить детей на нужную музыкальную волну. Но, по их словам, все трудности отступают на второй план, когда они видят довольные и заинтересованные глаза своих воспитанников. Музыка для души – это праздник, можно вот так сказать. Поэтому дети ехали сюда как на праздник. Они желали услышать, они хотели отдохнуть, окунуться в этот мир музыки и вдохновение получить какое-то от всего этого. Благотворительные концерты также пройдут на Водвинске, Приморском районе и округах Архангельска. И это наверняка станет доброй традицией для поморской филармонии не только в пасхальные дни. Фестиваль закроется 30 апреля большим галоконцертом в Камерном зале филармонии. Ну что ж, такой мы увидели уходящую неделю. Если мы вам о чем-то не рассказали, значит, этого события еще не произошло. Спасибо всем, кто нас смотрит. Спасибо коллегам, с кем делаем эту программу. Будьте все счастливы и здоровы. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова